Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады, он сейчас с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, я сегодня посмотрел ваш ролик, который буквально несколько часов назад был выложен. Судя по ролику, который вот вы записали, на Херсонском направлении уже есть немало мобилизованных россиян. Расскажите, как они проявляют себя в обороне, есть ли шанс, что они хотя бы, я не знаю, попадут в плен? Ну, в плен они попадают, но, конечно, их доля сложна и недолго. То есть они гибнут и попадают в плен, но более удачливые куда-то еще все-таки успевают бежать. Но очевидно, что эта мобилизация присылает людей, которые совершенно не готовы к боевым действиям, и они просто вот бесславно, бессмысленно или погибают, или получают ранения, становятся инвалидами, либо попадают в плен. Ну, в общем, в этом совершенно, конечно, никакого смысла нет. Поэтому в целом, да, вся эта мобилизация, знаете, российская армия и российское государство, это такое как динозавр огромное, огромное тело, очень маленькая голова и совсем маленькие мозги. И вот мобилизация, то есть раздувание дальше этого тела, она ничего не дает, потому что проблема совершенно в другом. Алексей, я вот знаю, что вы тоже любите дать себе труд такой и посмотреть российский телевизор или выдержки из него. Я вот как-то заметил, что там перестали говорить фразу «все идет по плану». Что-то сейчас ее заменяет, и как вы думаете, получится ли зрителям объяснить? Да, паники нет. Да, есть новая фраза «паники нет», «паники нет», «паники нет», «мы не паникуем», «паники нет». Мы отступаем, значит, наступаем, у нас что-то горит, это эффект линзы. Эффект линзы – это было лучше вообще все время, мне кажется. Когда горели очередной склад в городской области, это был эффект линзы, в общем, сформирован. Ну, это феноменально. Вообще появился какой-то новый язык, вся эта так называемая специальная операция, она привела к появлению вообще какого-то целого отдельного языка, новояза такого, которым они пытаются зашифровать и весь этот позор, и все свои поражения каким-то образом. Ну, надо сказать, что путинский новояз, он даже до 24 февраля появился, потому что мы помним эти заголовки, где вместо взрывов были хлопки и так далее. Сейчас он, конечно, очень сильно пополнился. Мы уже успели обсудить Кирилла Стремоусова, херсонского коллаборанта довольно известного. Вот он недавно сказал, что отступление – это всегда продвижение вперед. Вот, возможно, вы и мы что-то не понимаем в военной тактике, может быть, он как-то прав? Да, ну так он точно прав, конечно. Вообще, Стремоусов – это такой очень веселый персонаж. Он еще говорит это все время с таким лицом, ему-то хочется рыдать вообще. Он-то чувствует, что вот это его отступление-наступление закончится очень плохо для него. И он отправится на концерт к Обзону. Поэтому он вот этот билет на концерт, он уже его просто физически ощущает. Но ему приходится вот эту всю чушь продолжать говорить, и это фантастика. Он фантастический персонаж, прямо умилительный. Слушайте, ну вот вы говорите, что сейчас главная фраза – это без паники. Но так или иначе, от новой последней 3 или 4 дня веяния у этих телеведущих, у этих Z-патриотов, значит, хватит врать. Они говорят, что нужно говорить правду. Во-первых, как вы думаете, у таких людей получится ли в чем-то? Потому что они хотят… Вот всю жизнь они врали, но вот в одной вещи они не будут врать. Они будут, значит, разоблачать пороки мобилизации. Что, значит, иногда не тех привлекает, иногда что-то там, недокомплект какой-то, нужно это устранять. А все остальное будет дальше врать. Вот, во-первых, получится ли у них это делать? А во-вторых, не сожрут ли они сами себя? Потому что, ну, если действительно с этим бороться, то они сами должны попасть под этот удар, конечно же. Нет, ну, это было феноменально, когда Маргарита Симонян призвала всех перестать врать. Но, смотрите, классика она бессмертная. Унтер-офицерская вдова таки сама себя высекла в очередной раз. Все сходится, все получается. Классику отменить никто не может. И они, конечно, в этом смысле феноменальны. Но интересно, что там происходит, потому что я бы не сказал, что вот все, как бы, просто вот можем с этого посмеяться и все. Потому что там пошли тетисы такие интересные. Они уже себя какую-то ответственность снимают. А та же самая Маргарита Симонян вдруг начинает говорить, да я просто журналист. Вообще к властниковым отношениям не имею. Я что, власть? Соловьев там тоже какие-то такие намеки делает на болезнь Путина. Ну, в общем, там такой развал какой-то происходит на глазах. Часть пытается отползти, часть явно выполняет какие-то задачи. Но уже, я бы сказал, не какой-то генеральной линии Путина, а каких-то линий вокруг. То ли линии Пригожина, какой-то Вагнеровскую исполняют, партитуру. То ли они каких-то там играют на ФСБ против Минобороны или наоборот. Ну, в общем, там такой-то развал начался полнейший. И пауки там конкретно грызут друг друга в банке. Алексей, тогда последний хотели вопрос задать. Вы недавно, насколько я знаю, встречались с британскими политиками. Вот расскажите, что на этой встрече обсуждалось, насколько европейские политики... Ну, пардон за оцничный вопрос. Не показалось ли вам, что они там, условно говоря, устали от войны, то на что очень сильно рассчитывает Путин? Ну, я только что, вот, собственно говоря, я только что въехал в Украину буквально тут недавно. И возвращаясь из Бирмингема со съезда консервативной партии Британии, ну, которая правящая, вчера я встречался и с Джеймсом Клеверли, это новый министр иностранных дел, Foreign Secretary, как они его называют, с Ли Страсс, премьер-министром, с большим количеством. Отдельную истерику вызвала моя встреча в российских там вот этих телеграм-каналах. Моя встреча с Томом Тугенхатом, это новый министр по безопасности такой, можно сказать. Главный Джеймс Бонн в Британии, вот, и у них там уже целые заговоры о том, что значит мы с ним решили и что будет происходить. Но могу сказать главное, они абсолютно настроены дальше помогать Украине. И до нашей победы, и это четко было сказано, вот Клеверли сказал это так, Foreign Secretary, он сказал, что пока последний российский танк не будет утянут последним украинским трактором, мы не остановимся и будем помогать Украине в этой войне. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным.